Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – «Соблюди их во имя Твое». Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа, часть 2. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 по 13 стихи. Обратившись к Небесному Отцу с просьбой о том, чтобы Он, Отец, прославил Господа Иисуса Христа при восшествии на крест, при претерпении распятия и через это прославился Сам, Господь во второй части Своего общения с Отцом Небесным начинает ходатайствовать о Своих ближайших учениках – апостолах. Все сказанное далее в этой второй, а затем и в третьей части первосвященнической молитвы Господа в историческом плане касалось прежде всего учеников. Но, конечно же, уже после распятия, воскресения и вознесения Господа сказанное им касается и последователей Христа учеников-учеников, то есть учеников-апостолов. Это касается и современных служителей церкви, но не только служителей, и каждого верующего во Христа человека. Прежде чем обратиться к Отцу с молением о том, чтобы Отец соблюл, то есть сохранил учеников, Господь Иисус указывает обоснование, почему ученики достойны этого сохранения. 17 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое». Господь Иисус Христос указывает на то, что Он открыл имя Божие своим ученикам. Каково же это имя Божие? Имя Отец. Христос неоднократно указывал на то, что имя Отец необходимо употреблять в разных смыслах. Потому что когда Он обращается, например, после воскресения к Марии Магдалине, говорит, пойди и скажи ученикам, вот я восхожу к Отцу моему, и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Конечно же, Христос подчеркивает, для Него Отец Небесный является Отцом в прямом смысле. Он, как Сын Божий, равен Отцу. Но для нас с вами, для верующих и в Отца, и в Сына, Бог является Отцом в переносном смысле. Мы иные по природе, мы люди, мы творения Его. Но при этом, общаясь с Ним, мы получаем от Него и помощь, и благодать, да и саму жизнь, как говорит апостол Павел в проповеди в Ариапаге. Христос подчеркивает, что именно Отец Небесный приготовил учеников к принятию Его Христова учения о Нем, Отце Небесном. И они, ученики, сохранили слово Твое. Конечно же, это слово Отца возвестил сам Христос. Они, ученики, сохраняют или соблюдают именно слово Божие Небесного Отца. Но это и есть показатель того, что они стремятся и далее быть с Отцом и Сыном. Седьмой стих. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Восьмой стих. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я изшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Указывает на то, что приняв Его Христос слово, ученики уверовали, что эти слова не есть слова какого-то самозванца, какого-то учителя, который учит от себя. Но это и есть слова посланника Божия, и эти слова – суть слова истинного Бога. Но через уразумение учения Христова ученики поняли, что и Христос ишел от Бога, и уверовали, что Он послал Христа. И вот приведя это обоснование, что они узнали имя Отца, что они сохранили учения Отца, переданные через посланного им Господа Иисуса Христа, Господь далее в 9 стихе говорит «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Что же, Господь молит только об апостолах, ну а впоследствии и об их преемниках, о верующих людях, и совсем не заботится о том мире, который был через Него, через Слово сотворен, о чем говорит сам Иоанн Богослов в прологе? Конечно же, нет. Чуть позже Господь Иисус Христос скажет, что для того, чтобы уверовал мир, что Он есть истинный посланник Божий, необходимо будет проповедь апостолов. Поэтому, конечно же, дабы мир уверовал, вначале необходимо апостолов сохранить, а потом их осветить. Десятый стих. «И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Этот десятый стих имеет очень большое догматическое значение, потому что, конечно же, любой праведник может сказать, обращаясь к Богу, «все мое твое». «Все, что я имею, на самом деле не принадлежит мне». «Это принадлежит Богу». Но сказать обратное никто из нас, людей, не может. Никто из нас не держнет сказать «все твое мое». Нет ни одного человека, кто так сказал бы. И вот когда Христос так говорит, Он через это выражение, через эту фразу, еще раз указывает на свое единство по божеству с Отцом. Он сын Божий, но он тоже Бог, равный Отцу. И я прославился в них. И вот поскольку они сохранили слово Отца Небесного, они сохранили и слово Господа Иисуса Христа. А сохранив слово, учение, будучи уже освящены через это слово, апостолы уже показывают определенные действия, которые направлены на то, что впоследствии они станут проповедниками Слова Божия. Конечно же, важно помнить, что здесь, в первосвященческой молитве, Христос уже говорит о восхождении на крест и о своем распятии и воскресении, как о деле совершенном, ибо все уже к этому идет, уже нет никаких препятствий к тому, что Он исполнит заповедь Отца. Поэтому, конечно же, в непосредственном плане эти слова, я прославился в них, уже относятся ко Дню Пятидесятницы, когда Дух Святый исполнит сердца апостолов, они выйдут на проповедь, и огромное количество верующих начнет присоединяться к церкви, веровать в Иисуса Христа. Одиннадцатый стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Конечно же, этой фразой «Я уже не в мире» Христос указывает на то, что после воскресения Он некоторое время будет являться ученикам, но затем последует вознесение, Он будет пребывать в славе Небесного Отца. А вот они, ученики, апостолы, останутся в мире. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое». Стоит греческий глагол «тирео», который означает «охранять», «сберегать». Отчего же должен Отец сберечь учеников? На это указывает обращение Господа Иисуса Христа «Отче Святый». А «святый» — это отделенный от всего греховного, от всего нечистого, от всего скверного. Итак, Отец Небесный сохранит учеников прежде всего от грехов, от порока, от скверны, от зла, который есть в этом мире. Конечно, можно было бы понимать это место как то, что Он их физически сохранит, то, что Он будет, Отец Небесный, способствовать апостолам во время проповеди. Да, это тоже будет, и об этом рассказывает книга Деяния апостольских, но прежде всего необходимо их сохранить от зла, греха и порока, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Конечно, здесь, как и мы, нужно понимать в соотнесенной степени. Мы, люди, не можем быть друг со другом едины, как едины Отец, Сын и Святой Дух по Божественной природе, ибо они не материальны, а наша человеческая природа материальна. Но, тем не менее, единство людей, насколько оно вообще возможно, возможно тогда, когда мы сохранены Богом, избавлены от греха, порока и страсти. И наоборот, как только согрешаем, как только делаем что-то неправильное, греховное, тут же грех является причиной раздора между нами и ближними. Иногда грех сам по себе подсказывает нам или вынуждает нас скрываться от людей, нам хочется убежать, нам не хочется смотреть в глаза окружающих. Ну, а иногда грех, конечно же, является просто причиной ссор, разногласий, скандалов. Почему и по-гречески падший ангел, сатана, называется диаволос, от греческого диа, это раз, валло, бросаю, диаволос, тот, который разбрасывает, ссорит людей между собой. И получается, из речи Христа видно и обратное, если избавляемся от греха, порока, скверны, максимально можем быть в единении с нашими верующими братьями и сестрами. Двенадцатый стих. Когда был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Интересно, что как здесь в двенадцатом стихе, так и в предыдущем одиннадцатом стихе в греческом тексте стоит в имени Твоем. У нас в русском переводе переведено во имя Твое, в греческом тексте стоит в имени Твоем. Это очень интересный смысловой нюанс, потому что если мы действуем в имени Господнем, это значит, мы не просто соотнесены с этим именем, но действуем в определенном контексте в учении Отца Небесного. Действуем так, чтобы сохранять Его Слово и быть достойным Его имени. И вот поэтому Христос говорит, когда был с ними в мире, я сохранял их в Твоем имени. то есть я заботился о том, чтобы их учения и как следствие их учения и мировоззрения их поступки соответствовали Твоему святому имени. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. А погибает сын погибели тот, который был рядом со Христом, Иуда Искариотский, но благодаря злому произволению своей души, своей воли, Иуда Искариотский все-таки отпал от Христа. И не только отпал, но и предал Его, так что стал именно тем самым сыном погибели. Тринадцатый стих. Ныне же к тебе иду, и сей говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Но теперь Христос, который сохранил учеников в имени Отца Небесного, после распятия воскреснет и вскоре вознесется. Он будет у Отца Небесного. И поэтому говорит, возвещает, греческий глагол лалео, возвещает в мире, во вселенной, чтобы они, ученики, имели радость, исполненную в самих себе, ибо эта радость будет дана через действие Святаго Духа Утешителя. Таким образом, Господь Иисус Христос указывает, что, несмотря на Его восшествие Небесному Отцу, если ученики будут избавлены Отцом Небесным от греха, порока и страсти, то они от Духа Святаго Утешителя получат ту самую совершенную радость, которая как раз и будет радостью, дающей им силы, для того, чтобы проповедовать Слово Божие различным народам. Но эта радость еще не является окончательной целью ни сохранения учеников, ни их действия, потому что в следующей части первосвященческой молитвы Господь Иисус Христос укажет на конечную цель. После сохранения учеников от зла и греха и порока Он будет просить Отца Небесного дабы Отец Небесный осветил их и, конечно, вершиной этой святостью будет и взаимная любовь учеников между собою, их любовь к Богу и, конечно же, их проповедь любви и их проповедь другим людям Отца Небесного в пребывании в любви со всеми окружающими. Это будет предмет молитвы Господа в следующей части первосвященнической молитвы. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею